Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий о студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Отметят новоселье спустя годы ожидания. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир обманутым дольщикам. Готовь теплотрассы летом, чтобы не ремонтировать их зимой. В Самаре продолжается перекладка коммуникаций. На каких участках планируют завершить работы до конца месяца? Открытый диалог во благо города. Глава Кировского района Игорь Рудаков провел встречу с активистами проекта «Мой дом». Жара и ремонт балконов. Частые причины падения стрижат из гнезда. Как помочь птенцам вернуться в природу? Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти вручил ключи от квартиры обманутым дольщикам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика. Теперь в доме номер 40 на улице Коммунистической, который был достроен благодаря поддержке правительства, будут жить 168 семей. Возводить дом начали еще 13 лет назад. В 2015 году стройка замерла. Спустя 4 года дом был включен в реестр проблемных. После подписания соглашения по завершению строительства проблемных объектов региона между губернатором и Фондом защиты прав граждан, участников долевого строительства, дело сдвинулось с мертвой точки. Гражданам, которые оказались в ситуации двойной продажи квартир, были выплачены денежные компенсации. Было принято решение о достройке дома. Отметим, что в Самарской области с сентября 2017 из 88 многоквартирных домов, собственники квартир в которых стали обманутыми дольщиками, проблема уже решена на 80 объектах. Свыше 6300 человек восстановили свои права. Продолжается подготовка Самары к отопительному сезону. О ходе работ по перекладке коммуникаций таких точек по городу-18 представители подрядных организаций отчитались на еженедельном заседании профильного штаба в Департаменте городского хозяйства и экологии под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. На двух объектах работы уже завершены. К 1 августа планируется завершить перекладку теплосетей в центральной части города. На улице Куйбышева, на улице Алексея Толстого, на участке от Льва Толстого до Комсомольской и на Волжском проспекте. Рассматривается включение в список двух новых объектов на пересечении улицы Маломосковской и проспекта Масленникова и в поселке Зубчениновка по улице Магистральной. Помимо подготовки коммуникаций, участники заседания обсудили отдельные вопросы подключению к теплу учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Обсудили готовность и инженерных служб. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, подготовка к отопительному сезону идет в штатном режиме. Профильные службы делают все, чтобы все учреждения и жилые дома в городе встретили осенние холода с теплом в батареях. Нацелены как на ведомственные котельные, как на муниципальные, чтобы все предписания, а таковых нет, были выполнены. Проверили подготовку и обучение персонала, диагностику дымовых труб, диагностику строительных конструкций зданий котельных. На улице Солнечной в Самаре специалисты приступили к первому этапу ремонта дороги – фрезерованию. Все работы выполняют на средства профильного нацпроекта. После снятия старого покрытия дорогу начнут готовить к укладке нового асфальтобетона. Подробнее в нашем репортаже. Улица Солнечная – один из важных маршрутов Самары. Движение здесь всегда оживленное. По сути, дорога является дублером Новосадовой. Отсюда можно добраться как до выезда из города, так и до важных социальных объектов. В прошлом году Солнечную уже обновляли. Тогда работали на участке от улицы Георгия Димитрова до Нововокзальной. В этом дорожно-строительном сезоне ремонтируют полотно от пересечения с улицы 22-го портсъезда. Сегодня выполняется работа по фрезерованию проезжей части по улице Солнечной от Нововокзальной до 22-го портсъезда общей площадью 23 тысячи квадратных метров. На данный момент отфрезеровали около 80 процентов. Это 17-18 тысяч квадратных метров. После фрезерования старого полотна рабочим предстоит подготовить дорогу к укладке. На Солнечной расположены порядка 70 смотровых люков и 40 дождеприемных колодцев. Их необходимо выставить на проектную высоту в один уровень с будущим новым покрытием. Также, как пояснил специалист муниципального предприятия дорожное хозяйство, люки колодцев заменят на новые, антишумные и антивандальные. Работают сейчас в соответствии с графиком. Вместе с тем учитывают погодные условия. После фрезеровки укладывать новое асфальтобетонное покрытие будут только при сухой погоде. Для обновления дорожного полотна выбрали смесь «ЩМА-16». Она хорошо себя зарекомендовала на других участках Самары, где ранее, в прошлые годы, укладывали новое покрытие. За ходом ремонта следят не только специалисты профильного муниципального предприятия, но и общественники. В этом году процесс, эта вторая очередь, продолжилась. И у нас улица Солнечная будет прекрасной дорогой. Все рады, жители. Есть некоторые, конечно, которые немножко раздражены. Но мы их уговариваем, объясняем. Говорим, что будете пользоваться хорошим, современным, безопасным видом дороги. Обновление дорожной инфраструктуры в Самарской области – одна из приоритетных задач губернатора Дмитрия Азарова. Всего в регионе на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году предусмотрены различные виды работ на 85 объектах протяженностью более 233 километров. В том числе в областном центре обновят 42 участка дорог местного значения. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События. Открытый диалог во благо города. Глава Кировского района Самары встретился с активистами проекта «Мой дом». Игорь Рудаков рассказал жителям о результатах работы за прошедшие два года. Кроме того, все желающие могли задать интересующие вопросы. Подробности в нашем сюжете. Ольга Люкевич в свободное от работы время без дела не сидит. Любит быть в курсе всех событий. Все, что касается управления домом, знает наизусть. Она председатель МКД. Регулярно ходит на семинары в рамках проекта «Мой дом». Рассказывает, полученные знания помогают эффективно управлять домом. Там очень интересно дают информацию, очень полезно. Вот последние новшества, это были связаны с ГИС ЖКХ. То есть это настолько сейчас актуально, что сидя дома, никуда не нужно выходить. Мы можем не только оплатить свои коммунальные платежи, но и провести тоже собрание, что очень удобно и комфортно для меня как председателя. То есть мне не нужно тратить свое время ходить по домам, по квартирам. То есть объявления, жители заходят, голосуем, протокол уже формируется, жители очень довольны. Глава Кировского района Игорь Жрудаков провел встречу с активистами проекта «Мой дом». Его реализация началась в 2021 году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Проект направлен на правовую помощь собственникам жилья, обучение грамотному управлению и содержанию дома, помогает выстраивать отношения с управляющими компаниями и разными ведомствами. Как показывает практика, семинары, которые проводятся в рамках данного проекта, пользуются большой популярностью среди жителей многоквартирных домов. На таких семинарах им рассказывают не только о нюансах взаимодействия с управляющей компанией, ДСЖ, оформлении документов, проведении собраний собственников жилья, но и о такой замечательной электронной системе, как ГИСЖКХ. Эта система позволяет в электронном виде отслеживать свои задолженности, текущие платежи по коммунальным услугам, видеть всю информацию по своей квартире, по всему дому, в котором проживаешь, и является очень удобным сервисом современным для управления своим жильем. Глава района Игорь Рудаков рассказал жителям о результатах работы за прошедшие два года и о перспективах развития территории на ближайшее время. За последние несколько лет Кировский район глобально преобразился. Общественное пространство от Зубчининовки до Металлурга, а это парки, скверы, бульвары, были капитально отремонтированы, и теперь это любимые места отдыха горожан и туристов. Это, конечно, и средства губернатора, и главы города. Очень много и большие изменения произошли. Ну и, конечно, работа администрации. Конечно, очень много есть еще замечаний, которые необходимо реализовывать. Поэтому на этих встречах стараемся все протоколом оформлять с определенными сроками. И второй цикл, когда пойдет, у нас уже отчет по выполненным, так скажем, просьбам, поручениям. В финале встречи участники задавали вопросы главе района. Большинство из них касалось тем ЖКХ, благоустройства общественных пространств и дворов. Игорь Рудаков, в свою очередь, вручил активным жителям и председателям многоквартирных домов почетные грамоты за эффективно проделанную работу. В Самаре началась реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия». После окончания работ в нем будет размещаться Самарский молодежный драматический театр-мастерская. Реконструкция идет в рамках нацпроекта «Культура». В Самарском регионе его исполнение находится на постоянном контроле губернатора Дмитрия Азарова. За ходом работ наблюдала съемочная группа событий. В Самаре началась долгожданная реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия». Сейчас рабочие демонтируют отдельные конструкции, чтобы затем построить новое. В данный момент на объекте по улице Чернореченская, 15 происходит демонтаж кровли, демонтаж внутренних перегородок, демонтаж дверей, окон, стен. Задняя стена будет полностью сноситься, будет построено новое сценическое пространство. Также по бокам здания будут строиться пристрои. Кровля также останется скатная в основном в здании, а у пристроев она будет пологой. В здании будет располагаться Самарский молодежный драматический театр «Мастерская». В нем сделают просторный зрительный зал, холл и буфеты. Реконструкция ведется в рамках нацпроекта «Культура». Большое внимание развитию отрасли уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который является председателем комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Культура». Только за последние три года в Самарской области построены два и обновлены более 30 домов культуры, модернизированы три театра. Ведется строительство здания для театра «Грань». Готовится к открытию первый в стране филиал Государственной Третьяковской галереи. Завершить реконструкцию бывшего кинотеатра планируется в декабре 2024 года. Местные жители говорят, что первыми придут на спектакли. Они рады, что здесь появляется такой очаг культуры. И тем более в этом году у нас проходило голосование за благоустройство территории на следующий год, в котором участвовала данная улица и бульвар по улице Чернореченской. И мы являемся в числе победителей. И жители с удовольствием голосовали, потому что понимали, что и бульвар новый, и новая площадка, театр. Это просто подарок, как бы судьбы какой-то. В следующем году новую жизнь подарят и бульвару, который находится рядом. Эта территория заняла второе место в голосовании за благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь обновят пешеходную дорожку, установят скамейки, высадят кусты и деревья. Андрей Бессонов, Светлана Тимофеева, Николай Епифанов. События. Филиал фонда «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества Самарской области теперь вместе будут разрабатывать меры поддержки участников спецоперации и их семей. Две организации подписали соглашение о сотрудничестве. Комитет семей воинов Отечества работает уже больше полугода и набрал достаточно компетенций, поэтому свой опыт он передаст более молодой структуре, которой в июле исполнится месяц. Михаил Ермоленко подробнее. Две организации, областная и филиал федеральной структуры, теперь будут работать единым фронтом на благо военнослужащих участников спецоперации, мобилизованных самарцев. С подписания соглашения начинается плодотворная совместная работа в важный для страны период. Организациям предстоит внедрить новые меры поддержки защитников, а также улучшить имеющиеся. В частности, сейчас специалисты занимаются помощью детям, бойцов спецоперации. Для них поступление в вузы региона будет упрощено. Так, например, члены семей погибших участников СВО смогут поступить в высшие учебные заведения на льготной основе, без вступительных испытаний. И вторая большая категория – это дети семей, участников специальной военной операции. Они поступают по вступительным испытаниям, либо по результатам ЕГЭ, но по отдельной квоте. Каждый вуз дает не менее 10% бюджетных мест от отдельной квоты. Комитет семей воинов Отечества в Самарской области работает уже больше полугода. За это время специалисты обработали 1628 обращений, поступивших на «Горячую линию» и через телеграм-канал. Опыта накоплено достаточно, им готовы всесторонне делиться с другими, более молодыми организациями. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова и властей Самары участникам специальной военной операции оказывают всестороннюю помощь. Продолжают работать как с семьями защитников, так и напрямую с военнослужащими. Действуют различные льготы. Так, например, дети бойцов получают бесплатное питание в детских садах и школах. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События. Далее, коротко о других событиях дня. В первом полугодии товарооборот между Россией и Китаем составил 114,5 миллиардов долларов. Это на 40,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Китай экспортировала в Россию товаров на 52 с лишним миллиарда долларов в период с января по июнь. Это на 78% больше, чем в прошлом году. Импорт из России в Китай вырос на 19,4% и составил 62 миллиарда долларов. Всего в июне товарооборот между странами составил 20 миллиардов 800 миллионов долларов. За месяц Россия импортировала в Китай товаров на 11 миллиардов долларов, а Китай в РФ на 9,5 миллиардов. Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными. В том числе запрещается самовыгул котов и собак везде, кроме разрешенных решением органа местного самоуправления мест. За их пределами в лифтах, на проезжей части, на детских и спортивных площадках хозяева должны контролировать перемещение своих питомцев с помощью поводка. Также новый закон дает регионам полномочия самим принимать локальные законодательные акты, которые будут определять порядок обращения с бездомными животными. Эти меры должны соответствовать нормам гуманного обращения с животными, прописанным в законодательстве. Например, при отлове бездомных животных нельзя будет применять лекарства и приспособления, приводящие к травмам или гибели животных. Необходимо вести видеозапись от лова питомцев необходимо возвращать владельцам, если их данные можно установить и так далее. В России может существенно сократиться ассортимент иностранных ветпрепаратов. К этому может привести ужесточение правил ввода в оборот лекарств для животных. По данным Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей, только 19 ветеринарных препаратов из 127 соответствуют новым нормам. При этом в списке нет стоматологических и кардиологических средств, а также антибактериальных спреев, вакцин и оригинальных лекарств, которые были разработаны в течение последних трех-семи лет. Власти индонезийского острова Бали обяжут туристов, в том числе и россиян, платить въездной налог. Об этом сообщили власти острова. Сбор будет оплачиваться в электронном виде. Полученные деньги власти острова будут использовать для улучшения инфраструктуры и создания комфортных условий для отдыха. Размер сбора не уточняется. Несмотря на рост цен, в разгар летнего сезона Турция остается самым популярным туристическим направлением для россиян. Если покупать путевку в Турцию незадолго до вылета, то можно получить скидку. Однако большие отели обычно не устраивают распродажи. В период с июля по август цены во многих гостиницах на 30% превышают показатели прошлых лет. Сейчас средний чек на поездку в Турцию на одного человека составляет 88 тысяч рублей. При этом средняя продолжительность 4 июля-августе 9-10 ночей. Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области задержали в Ставропольском районе молодых людей, причастных к организации канала поставки особо крупных партий наркотических средств с использованием курьеров. Активными членами преступной группы являлись граждане России, молодой человек 2000 года рождения и девушка 2002 года рождения. Они регулярно доставляли в Самарский регион крупные партии синтетических наркотиков, которые затем сбывали оптом. На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Позднее в отношении фигурантов возбуждено еще одно уголовное дело по 26 эпизодам их противоправной деятельности. Приговором Ставропольского районного суда Самарской области злоумышленники признаны виновными в совершении инкриминированного им преступления, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 12 лет каждому из фигурантов, с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режима. Готовить будущих сотрудников к работе уже с первого курса университета. Самарский филиал Т-Плюс и Самарский Политех подписали новое соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Энергия будущего». Как это отразится на студентах, которые хотят работать в крупной компании, расскажем в нашем сюжете. «Энергия будущего» – соглашение о развитии проекта с таким названием подписали самарский филиал Т-Плюс и самарский технический университет. Согласно документу, теперь студенты теплоэнергетического факультета, желающие работать в компании, с первых дней учебы будут под наблюдением наставников, сотрудников предприятия. Наш сегодняшний проект, он про это. Мы гарантируем ребятам трудоустройство после университета, мы гарантируем ребятам сопровождение во время всего учебного процесса со стороны непосредственного работодателя. Студенты под руководством опытных специалистов будут привлекаться к участию в тематических конференциях и семинарах, а также чаще смогут посещать действующие энергообъекты в регионе в рамках производственной практики. Все это позволит еще до выпуска наработать необходимые навыки и компетенции. Основная задача этой программы сделать так, чтобы ребята уже с студенческой скамьи пропитались и корпоративным духом ведущей энергетической компании России, и уже за старших курсов начали работать на благо энергетики Самарской области и Положского региона. Т-Плюс и Технический университет сотрудничают уже давно. Множество как руководящих, так и рабочих должностей в энергокомпании занимают именно выпускники Самарского вуза. Теперь возможность устроиться в крупную компанию станет еще более достижимой. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре работают команды стрижеспасателей. Зоозащитники выхаживают птиц, которые выпадают из гнезд. Почему это происходит и как выкормить стрижат в репортаже Светланы Тимофеевой. Они очень любят, когда им вот тут чешут. Как котят. Да, 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 да. Они же даже запрокидывают голову, только не мурлыкают. Галина Шаблякова выхаживает стрижат уже несколько лет. Первую птицу подобрала в 2018 году. Женщина лечит, выкармливает. А затем, если стриж может уже самостоятельно летать, выпускает на волю. Определить, что стрижонок готов встать на крыло, несложно. Да он сам скажет, что он готов. Он ухлопает крыльями, он отказывается от еды. Он может вылететь даже из таза. Мы тазы накрываем, они неэнергичные. А выпускаю я прямо на этой площадке. Вот, она достаточно большой разбег. И я уже привыкла, уже много лет выпускаю именно здесь. Галина старается узнать о стрижах как можно больше. Внутренний мир птиц, куда они улетают. Говорит, что есть несколько волн стрижепада. Это прилетают толстые, красивые стрижи, гнездица. И вот начинаются бои за срамком, бои за место. И вот они падают. Это первая волна. Это касается взрослых стрижей. Потом у взрослых стрижей идет вторая волна. Она самая тяжелая. Птенцы оказываются вне гнезда, когда люди начинают ремонтировать балконы. Стрижеспасатели этих птиц так и называют – балконники. Случается, что родители бросают своих птенцов, когда устают их кормить. Много птенцов выпадают из гнезд во время жары. В Самаре спасением птиц занимаются несколько команд стрижеспасов. Ирина Хадырова – одна из них. Первого стрижа домой принесла ее дочь Диана. Это было совершенно случайно. Дочь, гуляя во дворе, нашла стрижа в траве. Ну и принесла домой. Я сначала, в общем-то, не знала, что с ним делать. Я первый раз видела эту птицу настолько близкую. У меня был шок. Но, к счастью, я нашла частые львоспасатели в Самаре. И они мне дали рекомендации на первое время, как кормить, как лечить, как ухаживать. За эту птицу мы, конечно, стали ухаживать. Назвали ее Вадим. И потом мама решила, хочу ей пару. То есть ему пару. И принесла она еще одного стрижа. Назвали Слава. Это девочка. И они очень хорошо сдружились. И вместе со Славой подарили ей вольер. И теперь они очень хорошо живут в вольере. Буквально на днях в семье появился еще один стрижонок. Ирина пошла в магазин за хлебом и в траве увидела птицу. Назвали птенца Лилит. Мама разморозила сверчков. А сверчки – это еда для стрижей. Там тараканы, сверчки, зоофобусы. Я покормила, и она приняла меня за маму. Зажалась ко мне, прижалась и заснула. Ухаживать за стрижами не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Специальный корм – это сверчки, тараканы – продаются в магазинах для животных. Стрижи спасатели всегда помогут советам. Птенцу, чтобы отправиться в самостоятельный полет, нужно 45 дней с момента, когда он вылупится из яйца. Если крылья по каким-то причинам повреждены, зоозащитники оставляют их у себя. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Величие отечественных большегрузов, мобильность багги и мотоциклов, рев моторов и стертые шины. В этом году Самара впервые принимает у себя ралли «Шелковый путь». На территории главной спортивной арены города организовали сервисный пункт. Здесь заканчивался четвертый этап гонки и начинался пятый. Пока у экипажей было время отдохнуть и провести ремонт своих колесных напарников, у нашей съемочной группы появился шанс узнать из первых уст о всех тяготах непростой проверки на выносливость. В центре губернии закончился очередной этап одной из самых сложных гонок планеты – ралли «Шелковый путь». Экипажи показывают свои силы на бескрайних полях и лесах области. Конкурсанты уже преодолели путь из Казани. Позади и Оренбург. Количество зрителей на трассе невероятное. Старт, финиш – 2, 3, 4 тысячи. Автомобили идут в коридоре людей. Ну, просто там радушие невероятное. Участников из машины вытаскивают, кормят пирогами, салом, хлебом. Атмосфера теплого дома такого. 13 регионов России, 5000 километров, 93 экипажа из 21 страны. «Шелковый путь» – это проверка на выносливость. Не так важна скорость, как умение правильно оценить возможности своего автомобиля. Для стабильной работы необходимо качественное топливо. Официальный партнер «Ралли» – компания «Газпромнефть» – предоставила порядка 200 тысяч литров. На всем маршруте находятся 8 бензовозов и 2 автозаправщика повышенной проходимости. «Мы же по всем этапам следования шелкового пути заправляем топливом. Соответственно, мы тоже как маленькие участники этой гонки». «Шелковый путь» – это еще и полигон для испытания горючего. В этом году участники используют современное топливо «Джидрайв». Важно, чтобы оно сохраняло качество. Его контролируют мобильные лаборатории сети АЗС «Газпромнефть». Эксперты могут появиться на маршруте, отобрать и проверить образцы в любой момент. «Топливо в первую очередь должно соответствовать всем показателям технического регламента Таможенного союза, а также внутреннему документу стандарта СТО». Держать двигатели в порядке командам помогают эксперты «Джиэнерджи». После каждого этапа проходит анализ масел. Это быстрое и точное исследование дает наводку экипажам, на какой узел обратить внимание после экстремальных нагрузок. «Если у нас идет повышенный уровень железа, повышенный уровень меди, допустим, то это говорит о износе турбонагнетателя. Если отдельно алюминий идет с железом, то это износ поршней». Во время гонки выкладывается не только техника, но и люди. Восполнить силы можно прямо за рулем. Каждый экипаж снабжают специальными сухопайками. Ими удобно быстро восстановить энергию, чтобы добраться до следующего пидстопа. В Самаре начался шестой этап ралли «Шелковый путь». Отсюда участники отправились в соседнюю Саратовскую область. Завершится крупнейшая гонка Евразии 15 июля на Красной площади в Москве. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Крылья Советов обменялись победами с Казанским Рубином в контрольных матчах в рамках подготовки к чемпионату России. Тренировочные сборы начали хоккеисты «Лады» и волейболисты «Новы». А самарские грибцы завоевали несколько медалей на Кубке России. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Крылья Советов в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России по футболу провели два контрольных матча против казанского Рубина. Клуб из столицы Татарстана вернулся в элиту российского футбола после сезона в ФНЛ. Команды провели матчи в два тайма по 40 минут. В первой встрече победу с минимальным счетом одержали самарцы, отличился Хлусов, а во второй сильнее оказался Рубин. На гол Гаре казанцы ответили дублем «Фамие». Игрок команды «Самара» по баскетболу 3х3 Анастасия Ушлакова подписала новый контракт с Волжским клубом. Он рассчитан на один сезон. Ушлакова присоединилась к Самаре летом прошлого года и помогла команде выиграть Кубок России и взять серебро чемпионата страны. При этом она была отмечена Российской Федерацией баскетбола как лучший защитник чемпионата. У хоккеистов «Лады» официально стартовала предсезонка. Тольяттинские спортсмены после решения организационных вопросов и медосмотров приступили к тренировочному процессу на льду и на земле. А уже в конце месяца «Ладу» ждут первые контрольные игры. 28 и 29 июля автозаводчане сыграют на тренировочном катке «Лада-арены» с альметьевским нефтянником. К новому сезону подготовку начали и волейболисты «Новой». Игроки прошли углубленное медицинское обследование и приступили к тренировкам на стадионе «Нефтянник». В конце августа «Нова» примет участие в двух предсезонных турнирах в Ярославле и Санкт-Петербурге. Официальный сезон откроется в сентябре играми в Кубке России, формат которого изменили. «Нова» сыграет на предварительном этапе в группе с Самотлором, Уфой и Енисеем. Первое место в группе напрямую пройдет в 1-8 финала, а второе сыграет в дополнительном раунде против команд из высшей лиги А. В Казани прошел Кубок России по грибному спорту. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 16 субъектов России. Спортсменки Самарской школы Олимпийского резерва номер 6 завоевали бронзовые медали в классах четверка легкого веса и двойка легкого веса. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре 14 июля состоится форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов на местах.рф. Это постоянный проект Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, направленный на обмен эффективными практиками деятельности местных сообществ и муниципалитетов в части развития инструментов межмуниципального сотрудничества, обратной связи между гражданами и публичной властью, взаимодействия местного самоуправления и государственной власти. Каждый форум охватывает два федеральных округа, а участие в нем по видеоконференц-связи принимают коллеги со всей страны, пишет телеграм-канал администрации Советского района. 27 августа состоится марафон на Кубок главы города, пишет в своем телеграм-канале руководитель управления информацией и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова. Более двух тысяч участников, свыше 40% из них – гости из других регионов и стран. Главное летнее беговое событие, ставшее уже знаменитой далеко за пределами города трасса в историческом центре Самары, позволит получить удовольствие не только от бега, но и от красоты самарских достопримечательностей. Уникальное преимущество самарского марафона – возможность сразу окунуться в Волгу после забега. Медали самарских марафонов складываются в пазл, поэтому есть возможность собрать все. Телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской приглашает детей и родителей в уникальный детский музей «Зеленка», созданный как пространство для игры и исследования окружающего мира. Музей рассчитан на детей от 3 до 10 лет. Летом можно посетить творческий цикл занятий искусства в летнем саду. Участники познакомятся с различными художественными техниками, вдохновляясь коллекциями известных музеев. Например, 21 июля можно посетить мастер-класс по гравюре «Цветочные мотивы». Дети узнают, что такое гравюра, рассмотрят произведения художников, исследуют сад при Музее Модерна и создадут красивые проекты. Также в музей можно посетить литературные встречи клуба семейного чтения и игровые программы и экскурсии. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!